Если вы любите твинс, если вы любите играть на ближней дистанции, если вы любите не просто стоять с дальнего расстояния стрелять, а любите нагибать противника и быть полезным для своей команды, то обязательно покупайте данное устройство, я более чем уверен, что вы в данном устройстве не разочаруетесь и я могу сказать, что это определенно новая имба, новая имба, которую я уже нашел. И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, как только ребят на этом ролике набирается 50 лайкосов, мы сразу записываем новый ролик с новым нагибаторским устройством, ну а сегодня у нас будет новый тест устройства и сегодня мы будем тестировать твинс, на него будет у нас очень таки слоупочное устройство, которое называется тяжелый плазмомет, не знаю что получится с этим устройством, но у меня имеются очень большие надежды на него и я думаю, что данное устройство будет реально жестко нагибать, но будет оно нагибать или не будет оно нагибать, все это мы с вами прямо таки сейчас узнаем, покупаем данное нагибаторское устройство и отправляемся в карточку, где я думаю, что нам удастся попасть на такую карту, которая будет не совсем большая и на которой можно будет спокойненько нагибать на данном устройстве. Понятное дело, что на данном устройстве у вас не получится поиграть на дальнем расстоянии и то, что с таким устройством вы явно не будете нагибать на условной парме, бресте и тому прочем на таких больших картах, так как твинсы летят у нас медленно, но в чем же вся суть ребятки? То, что урон у нас очень таки большой, в 50, если не ошибаюсь, или в 40 раз, поправьте меня, в 40 раз, если не ошибаюсь, у нас повышен урон на данной нагибаторской пушке, ну и конечно будем смотреть, что она из себя представляет. Конечно, подъезжать надо почти в упор к противнику, чтобы наносить урон, но если приспособиться к данному устройству, то я уверен почти на 100%, что данное устройство реально будет нагибать, при том, что сплэш урон у нее тоже отличный. Но расстояние, конечно, у нас совсем-совсем другое, совсем все в этом плане у нас жестко меняется, и насколько оно будет вообще в принципе актуально на небольших картах, в этом я как бы не сомневаюсь. Но вот что можно показать, например, на данном устройстве, хотя бы вот на такой средней карте, как борда, понятное дело, что там это не песочница, это не сандал, где вы просто риспуетесь, и вы сразу видите противника, и в этом плане вы можете просто сразу сходу нагибать. Здесь надо немного шевелиться, надо двигаться, и надо постоянно, я думаю, таки догонять противника, чтобы наносить вот этот вот колоссальный урон. С одного шарика вы наносите по 300 урона с ДДшки, с ДДшки по 300, то есть если танк без ДДшки, вы наносите по 600 урона только с одного твинца, вы просто понимаете, насколько это жесткая имба. Вот сейчас я просто подъехал к Мамонту, и он был без ДДшки, он буквально, наверное, за пару секунд сразу умирает, но это, это, конечно, круто. И то, что такие устройства у нас появляются, это меня, конечно же, не может не радовать, потому что, ну, это все-таки новая физика, в какой-то степени это новый стиль игры, к которому надо тоже приспособиться. Но я уверен более чем, что если вы научитесь играть на данном устройстве, то вы будете наносить только пользу своей команде, но никак вы не будете страдать, и вы не будете, не знаю, там, наоборот, мешать своей команде. Поэтому сейчас мы попытаемся в этой катке опровергнуть мои слова, нагнуть ее, и заработать здесь, как минимум, я думаю, каких-нибудь 300-400 опыта можно спокойненько заработать в данной катке. Ну и, конечно же, не только нагнуть данную катку, но и показать, что данное устройство тоже имеет смысл быть, и тоже на нем нужно играть и нужно нагибать. Пока я не могу сказать, что данное устройство бесполезное, и то, что вам не стоит его покупать, но и пока я точно не определился в том, стоит ли вообще его брать тем игрокам, у которых, например, не имеется в гараже много кристаллов, и рисковать и брать такое устройство, я точно вам сейчас не скажу. Поэтому давайте докатаем данную каточку, я хотя бы посмотрю, насколько оно вообще, в принципе, может быть актуально, насколько оно может повлиять на вашу, вообще, в принципе, физику на Твинсену. Понятное дело, что расстояние, на котором вам теперь нужно будет играть, это совсем другое расстояние, это уже ближний бой, это уже не средняя дистанция, это уже не дальняя дистанция, если брать устройство, которое у нас имеется на дальность. Это тупой ближний бой, то же самое, что вы будете примерно-таки играть на том же Фризе или Жиге, то есть, только вы играете именно-таки на Твинсе, который наносит большой урон в ближнем бою. В этом плане, конечно, я думаю, что проблем никаких у вас не должно быть, если вы любите ближнего боя пушки, если вы любите продувать противника на условном играть Жиге-Фризе, вы любите сближаться с противником, а не стоять кемперить и наносить урон именно-таки сдалека, то данное устройство точно вам подойдет. Вот, вы просто вот так вот делаете, подъезжаете и начинаете раздавать этот нагибаторский урон, раздаете, 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 ну и противничек быстренько-быстренько хоп-хоп-хоп и, конечно же, сливается, так как урон у нас почти в два раза больше, что минимальный, что максимальный, понятное дело, что на ближней дистанции вы в два раза быстрее уничтожаете противника. Но, конечно, к этому надо, ребятки, приспособиться, на этом устройстве надо научиться играть полезно и тогда вы обязательно будете с данным устройством нагибать и я уверен более чем, что я данное устройство точно буду использовать. Еще одно подобное устройство у нас имеется на еще одну пушку, в скором времени я, кстати-таки, затестирую данное устройство и я тоже почти на 100% уже уверен, что это будет очень-таки имбовое устройство, которое вам тоже придется покупать, тоже придется на нем учиться играть. Понятное дело, что механика пушки будет меняться, так же, как и здесь у нас на Твинсе механика меняется, но оно того стоит, ребят, это то самое устройство, с которым вы можете вот реально наносить колоссальный урон в ближней дистанции. Понятное дело, что надо двигаться, понятное дело, что нельзя стоять на месте, что нельзя кемперить, как я уже сказал ранее, но оно нагибает, оно нагибает на ближней дистанции и оно реально того стоит. Конечно, у меня здесь в каточке не совсем правильные подобранные резисты, но почти на 100% я, ребятки, уверен, что с данным устройством вам просто необходим резист от самого себя. Потому что, если вы играете на ближней дистанции, если вы будете играть на условном захвате флага, либо же вы будете играть на контроле, ой, какой контроле точек я хотел сказать, хотел сказать, на штурме, конечно же, то вы будете постоянно в упор стоять противнику, а если вы вот так вот стоите в упор, то вы наносите урон сами по себе, поэтому вам просто необходимо иметь резист от самого себя. Желательно, конечно, чтобы данный резист у вас был фулл прокачан и чтобы вы вот так вот просто глупо не минусовались, хотя я даже в минусе уничтожаю противника и это, конечно, получилось очень-таки круто. Что касаемо, ребятки, опыта, то я вам могу сказать, что я уже набил почти 400 опыта, как бы я и планировал, что с данным устройством, в принципе, возможно набить такое количество с 8-минутной катки, при том, что у нас контроль точек и здесь опыт так серьезно у вас не будет набираться, весь опыт вы, по сути, набираете за счет того, что будете уничтожать именно-таки противника, поэтому я вам могу сказать, что устройство реально нагибает на ближней дистанции и если вы любите такого плана пушки, то обязательно его, ребятки, я вам советую приобрести. Сейчас я уже, вот буквально прошло у нас, ребят, 6,5 минут с данного боя, я вообще могу вам точно сказать, что данное устройство, как бы это смешно ни звучало, но я буду использовать, и я просто не купил данное устройство, не просто протестировал его вам и сказал, что да, оно крутое, да, вы можете на нем играть, но я на нем играть не буду. Так как у нас бывает, вот так вот делают у нас, ребятки, тесты, говорят, да-да, крутое устройство, покупайте устройство, но я на нем играть не буду. Здесь я вам могу с уверенностью сказать, что данное устройство реально имеет смысл быть, реально оно тянет на ближние дистанции и реально это устройство я точно буду для себя использовать. И поэтому если вы любите твинс, если вы любите играть на ближние дистанции, если вы любите не просто стоять с дальнего расстояния стрелять, а любите нагибать противника и быть полезным для своей команды, То обязательно покупайте данное устройство Я более чем уверен, что вы в данном устройстве не разочаруетесь И я могу сказать, что это определенно новая имба Новая имба, которую я уже нашел Не знаю, какая она уже по счету Но то, что у нас имеется, то у нас имеется Я не разочаровался пока еще Ни в одном устройстве, которое я приобрел Хотя у нас были очень-таки спорные устройства Смысл их покупать Многие говорили, что смысла вообще в принципе нету Покупать такие устройства Но в какой-то мере я всегда могу опровергнуть вашу информацию И найти применение почти любому устройству Так как понятное дело, что нельзя использовать устройство на любой карте Понятное дело, что у вас не получится играть на каждом из устройств На всех форматах одинаково На любой карте одинаково Понятное дело, что нужно приспособиться Нужно понимать, где лучше использовать то или иное устройство Может быть лучше использовать устройство Например, как с данным устройством лучше его использовать на маленьких картах так как она нагибает на ближней дистанции ну ладно еще средней дистанции карт тоже как бы можно использовать так как вот я сейчас сыграл на борде и понятное дело что я показал что данное устройство тоже нагибает даже даже на такой карте вы будете все равно полезны вы будете нагибать ну и конечно я остался только таки довольным с таким-то устройством поэтому ребятки стоит она у нас всего лишь таки 80 тысяч кристаллов обязательно покупайте его я уверен более чем что все кто любят данную пушку точно не разочаруются в нем и будут нагибать в матчмейкинге понятное дело что я не тестирую устройство в про битвах там я не знаю как там она все в принципе будет работать поэтому я ничего про про битвы вам сказать не могу весь тест моих устройств ведется именно таки в матчмейкинге ну и напишите ребят в комментарии обязательно какую пушечку мы будем тестировать дальше я хотел это все дело сказать как в начале ролика но подзабыл подзабыл всю нашу жесткую нагибаторскую информацию поэтому напишите какое устройство мы тестируем дальше какое вы вообще в принципе хотите устройство я для себя точно присмотрел еще пару устройств на которых мы в скором времени уже сделаем свой тест свой обзорчик и я более чем уверен что как минимум еще пару новых имбовых устройств я найду ну и сегодня тоже его нашел поэтому ребятки прожимаем лайкосик на данный ролик если вы еще на него не поставили также ребят оформляем подписочку на канал если вы еще вдруг не подписаны также ребят нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новый ролик но у меня на этом все спасибо ребят за просмотр всем удачи и всем пока